Набирает обороты чемпионат Украины по авторалли. После гонки в Херсоне, открывавшей первенство, раллиный караван прибыл на юго-восток страны в город моряков и столиваров, Мариуполь. На старте 43 экипажа, не побоявшихся вступить в борьбу на трассе, изобилующей коварными трамплинами и бродами. Как и на прошлом этапе, на старт вышли мини-купер Мента Соскани Рейсинг и Шкода Фабия Астаны Ралли Тим. Автомобили 2-го класса, соревноваться с которыми участникам на Митсубиши и Субару группы Н практически невозможно. Однако дать бой в своем классе и побороться за места в тройке лучших Абсолюта серьезно готовились одесситы Виталий Пушкарь с Иваном Мишиным, которые на минувшей гонке стали победителями в 3-м классе и призерами Абсолюта. Виталик, это гонка Мариуполь для тебя всегда была такой знаменательной. Тут и самые твои основные такие, не то что ошибки, да, она тебя так вот на испуг брала эта гонка, так скажем. Что сейчас? Что показал день прописи? По поводу записи в этом году записалось, не знаю, как будет ехаться, но записалось вообще отлично, без проблем. Даже вот этот доп, который тяжелый, этот с трамплиной, Азов, Азов, да, я что-то боялся, что будет там тяжело на записи, но проблем на записи не было. Я надеюсь, что, наверное, ошибок не было в записи. Традиционные соперники Виталия и Ивана тоже не дремали и ждали удобного случая отыграться за поражение в херсонской гонке. И таких соперников было немало. Это и чемпион России по ралли 2011 года Дмитрий Тагиров, и сокомандник Виталия и Ивана Юрий Качмар, который уже побеждал в Мариуполе, и Антон Кузьменко. Италия и Ивана Юрий Качмар, Первый день гонки был пристрелочным. Два проезда по параллельке и два проезда по совершенно новому спецучастку «Дамба». Экипаж Алексея Кикерешко на мощном мини был вне конкуренции, но сразу за ним финишировали Виталий Пушкарь и Иван Мишин, которые по итогам дня стали лучшими в своем классе. Ну, параллелька, как всегда, не совсем хорошо. Я не знаю, почему у меня какие-то проблемы с этими, особенно с медленными параллельками. Я не знаю, я лишь штурмана не слышу. А может быть очная борьба, что две машины стартуют? Не думал? Может быть, но не могу сказать, что отвлекался на него. Вот то, что не слышу штурмана. Видимо, какой-то у меня этот вот. А со второго допа уже, который нормальный, 10 километров, мы хорошо поехали. Там первое время в абсолюте показали, потом, ну так и получились второе в абсолюте. То есть, ну, проблем не было. В полутора секундах от них экипаж братьев Тагировых. В двух секундах экипаж Юрия Качмара. Четыре секунды проигрывает Виталию с Иваном экипаж Антона Кузьменко. Однако уже с первого участка второго дня гонка лишается значительной части интриги. Поломка привода на задней оси отбрасывает экипаж одесситов со второго места на седьмое. А впереди еще два спецучастка, которые придется преодолеть без заезда на сервис. Однако на этих двух допах Виталию и Ивану на неисправном автомобиле удается держать большинство соперников за спиной. За эти несколько десятков километров они теряют всего две позиции. После сервиса, на котором механики возвращают автомобиль в боевое состояние, экипаж начинает постепенно отыгрывать позиции. Именно на втором круге гонки зрители и соперники смогли оценить реальную скорость экипажа. Одесситы с каждым спецучастком наращивают темп и улучшают свои позиции. Если до сервиса казалось, что гонка для них потеряна, то уже на финише всего лишь после трех допов на нормально работающем автомобиле Виталий с Иваном прорываются на третье место в классе. Виталик, на сегодняшней первой секции, ну, казалось, все. Вот уже быть, ну, ничего не может, да? Твое настроение перед заездом в сервис-парк, это просто надо было видеть. Рассказывай. Не, ну, конечно, настроения не было никакого. Ну, на старте первого допа, ну, вообще. То есть, ну, хотя бы чуть-чуть... Только только все начинается. Тут на старте ни одного поворота не проехать нормально и поехать сразу на поломанной машине. Конечно, казалось, что уже все, но я по-любому планировал ехать до последнего. И, ну, скажу честно, на такой результат я не рассчитывал. Но мысли были, что как-то по-любому смогу в классе пробиться там, ну, на пятое, шестое место. Ну, а получилось третье. Как бы вообще шикарно. Впереди Пушкаря и Мишина оказались главные соперники по классу. Экипажи Юрия Качмара и Антона Кузьменко. А абсолютным победителем гонки стал экипаж Алексея Кикерешко и Сергея Ларенца. Мариупольский этап только подзадорил участников на новые подвиги, поскольку положение в турнирной таблице стало еще более интригующим. Ну, а следующую гонку чемпионата Украины по ралли мы увидим во Львове через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова